Понимаете? Огрелся прямо туда. Ну, давай. Свет во стенках пришли. Жадный. Боже, милость, я буду не грешен. Создал уже Господи. Помилуй меня. Вячеславец и грешил Господи. Прости меня грешного. Сейчас вот со своими свемшеками когда они, они как упрутся вот так. Глаз маленько подверни. Такие интересные моменты, все время говорю. То ребенок там, то ласточка, то это. Чуть-чуть подверг и опять туда же. Напряга нет. Ну и ход оставил рядом. Ну замучился. Извертелся весь. А для матери он святой. Зачем ты хрутил ногами, все время выворачивал так? Выйди, когда с тобой разговаривали. Я могу спросить с кошкой, с кошкой. Она молчит. Вот это не кошка, кот. Зачем ты все время выворачивал? И руки вот так вот, знаете, как юродивый. Еще нормальный раз. В каком классе учишься? В первом. В первом. В первом классе-то уже соображают маленько. Зачем ты в храме, когда стоял, ногами вот так выписывал. Я только гляну на него, он опять. Руки затянет, он дальше потягается и проще. Зачем ты это делал? Я в два раза спасил уже. Отвечаю. Как ты не отвечаешь и я с тобой разговаривать не буду. Не знаю. А? Не знаю. Не сам ты это делаешь? Тебя кто-то заставляет? Нет. Он не сам делает. Вот это твердо учти. У нас тут была одна девочка. Серафимова кланяется, а она и на платье становится. Ты заставили, зачем? А он меня заставляет, он. А кто он? Далее я нарисовала. И вот кто он заставляет в храме. А откуда он? А он сзади подошел. И говорит, никого не надо слушать. На другую девочку обиделась. Она от тапки зашла и далеко забросила. А зачем? А чтобы не нашла. Это ребенок, ну года четыре всего. И мы думаем причащаться. А какое причащие-то это? В храме стоять боязнь. А это все идет от родителей. Вы маленького видели, когда он первый раз солгал? Как он стоял в храме? А можно ли его заставить что-то стоять? Пока нет. Самой рядом он стоит? Не может. А этот спрятался стоять. Иди сюда. Мы пришли в храм. Большая счастья тебя справа стоять. Стой слева. Только зашли в храм. Рядом стоит сухонькая бабушка. Девяносто лет. Девяносто и девять. Разница есть? Да. Она ни разу есть. Сидящий никто не делал. А зачем ты сразу падаешь? Я устал стоять. Я устал стоять. Да только зашли. Как ты устал-то? Еще служба не началась. Ну что врать-то? Молодой крепкий парнишка. Я устал. И тебе не стыдно? Ты врешь стоишь. Служба не началась. Прошло две минуты и ты уже упал. Но никогда не садись в храме. Никогда. Иначе тебя просто подрежет Господь. Как Божья Матерь говорит. Однажды с мужчиной ходил. Она ему провела пальцем ниже колен. И все. И с тех пор он должен ходить перестал. Житья говорит об этом. Просто провела пальцем. Она его не трогала. Ничего. Сила исчезла. Ничего нет. Зачем ты садился? Перед службой? Тебе же задали вопрос. Да. Тем более еще. Зачем? Ты даже служба не началась. А ты уже упал. Ну пока не сказали. Встаньте все для молитвы. Можно же сидеть. Так никто не сидеть-то. Даже бабушка-то стоит. И тебе не стыдно самому? Не сказали. Норовишь где-то только раз. Уже на стол. Стали проповедь читать. Уже опять метался. Да он меня так зло глянул. Прямо. Ой-ой-ой. Зачем тебе это? Ну я не сажусь. И ты не садись. Меня сидящим еще никто не видел. Если тебе не понятно-то. Я мужчина. Маленько постарше тебя. На 70 лет. Страха Божьего нету. Никакого. Родители-то вы не можете этого не видеть. Что-то ты еще не знаешь. Но это явно видно, что храм заходит и сразу ложится. Разрешили сесть первый раз. Он на стенку язык высунул. Уснул. И рот не запечатал. Спал в храме? Нет. Не сегодня. Первый раз, когда приехали. Ты к стенке ушел. Тебя крючком согнуло. Там как ты на стенке его лежал. Но ты не спал. Потом займешься. Потом. Как же ты не спал? И спал вовсю на пропалую. Совершенно не в меня его. Первый раз, когда приехал. Ты к стенке. И так на стенку. И полностью уснул. Полностью. Совершенно. Разбудили. Тебя поставили. Маленько поставил. Опять. Прямо мгновенно засыпаешь. А из-за чего? Как ты здесь есть? Какой есть? По пище видать. Копается. Что-то ищет тараканов каких-то. Или блок пищи. Ты мечи что есть. У нас никогда этого не было. Дали. Скорее сесть. Значит ничего не будет. Дальше-то. Нигде нету. Ты есть не умеешь. Крепко напрягись. Вот что я тебе говорю. Ты поехать должен к другим. Ты от пищи не можешь отстать. Чтобы не ковыряться. Не гонять ее с угла в угол. Там мяса нету. Сейчас пост идет. Что ты на ней издеваешься-то? Ложка для того, чтобы пощерпнуть и подгребать к себе. А то весло. К себе и в рот. У тебя движение наоборот. Ты ее по углам гоняет. Гоняет. А чашка круглая. То ли играет. Я так и не пойму. Зачем ты гоняешь пищу-то? Я хочу ее зачерпнуть. А? Я хочу ее зачерпнуть. Зачерпнуть? Да к себе надо зачерпнуть. А наклони маленько и пощерпуй. Ты наоборот не хочешь пощерпнуть. От себя ее отталкиваешь. Понимаешь? Вранье сплошное. Я хочу чтобы там больше морков. Ну хорошо. Почему никто все черпать и никто так не делает? Объясни. Не знаю. За 45 лет у меня никого не было таких. Ты не знаешь. Неужели ты такой умный? Пощерпнуть надо по-другому. Сначала этот стухарь погонять там. А потом ее пощерпнуть. Ну ты видишь это вранье сплошное. А отец то не видит это. Вы сейчас его заставьте поступать как у людей опыт есть. Жизненный опыт нации. Русский человек за столом так себя никогда не вел. Он сядет. Он задом не сидит на скамейке. У него задница за скамейкой. Сам крючком и на земли. Когда было занятие. Ты уснул или нет когда так перегнуло тебя? Я не помню. Да головой твакнулся в землю. Я тоже не видал так. Ты не просто сидишь на скамейке. А весь туда. Ну вот они все обидели. А ты не помнишь. Почему? Для тебя это обыденное. Для тебя это норма. Все ненормальное ты сделал нормой. И поэтому ты вне общества. Тебе жить в этом обществе не придется. Как только так сделаешь. Тебя кто-нибудь или булыжником или чем пришибет. Это общество. Оно требует признания его. В нужных вещах. В армию возьмут тебя. А ты зачем ногу? Ты отдельно пойдешь там. Ну я садил, что тебя запинают и повесят. Я вот читаю, где в армию убили-то. Я еще ни разу не нашел случай, где этот человек не был бы виной. Вот этот Родионов, Женя там из его святого лепят. Голову ему отрезали. И он без головы лежал там сколько год. Матери отдали, а крестик на шее. Ну куклу убери голову. Как он крестик может держать? Ну явно что брехня собачья. Он о Боге был. Да он знать не знал ничего. А вот дурью мается и все. Вот надо Ксении Петербургской. Надо ее святой. Сделали юродивую. Переодевалась в мужскую одежду. Все противоканонично делали. Дальше что? Матрону, Матрону, Матрону. Дали Матрону. Что изменилось? Ничего не изменилось. Как были безбожники. Бога нет. Посредников налепили. К живому Богу обратись. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, греша. Все. Мы не запрещаем и не отрицаем Матрону. Ну нельзя, что одна Матрона. Ну об этом, о чем ей пишут там записки. И об Матроне-то никто там говорит, а Осипов. Профессор. Идолов себе налепили. А родители с каждого ребенка лепят. Ты не прав, Илюша. И больше так не делай. Тебе не надо уже дальше разбирать. Так не делает никогда. Так не сидят. Так в чашке не бразгается. Кусочек на свет рассматривает. Это братья Карамазовых Смердяков. От юродивы, рожденных блудом. Он так себя вел. Смердящий. Не делай этого. На тобой смеяться будут. Почешаться. Сядь. А этот отвернул голову. О чем я сейчас говорил с ним? Ну говори быстро. Он отсутствующий. Его нет. Ну говори. Тебя спрашивают. Себя еще вырвало сегодня? Да. Довертелся. И в храме самые безобразные. Которые ведут себя. С ними совсем не ладно. Ну вот вообразите. Летом. Вначале только молиться. Утро. Прохладно. Двери открыты. И там фрамула, где ласточки залетают. Ну. Ну воздух уличный просто. Только стали молиться. Бац. Парень упал. Ну он мог придуряться. Но лицо как ваш платок сделалось. Белое. Вы не можете его таким сделать. Ну за руки, за ноги его вытащили. На скамейку положили. Только заходим. Она не вынесли. Сапфира хлопнулась. Пало. Ее вытащили. Только вытащили. Заходят. Туда. А тут. Она уже сидит глазами. Хлопает. Нормально. Только зашел сапфиру. Второй парень упал. Вот такой вот. И оказывается все играли в компьютерные игры. Это демон. Особый вирус. Играл в игры эти? Нет. Никогда? Никогда. Совсем не играл? Никогда. Ну значит это природное у тебя. А ты играл? Илья? Я да. Ну тебя отсюда так это за нихрение. Сатана черную занозу в Москву. А почему Коля говорил он в террорист играл? Никогда. Вот я не играл ни одной секунды. Я понимал что это придумки специально оболвания людей. Мангуртами сделать. Сейчас не отвлекаться никуда. Сейчас холодно было. Могла не разуваться. Но если не выходи такой. Становись. Будет ли сейчас. Степа. Иди сюда. С чем ты болеешь? Не знаю. А чего у тебя болит? Ничего. Ничего не болит. А зачем ты когда шел такой язык высунул? Что? Ну бывает запыхается. Когда лошадь парит. Она вот-вот сдохнет. Она язык высовывает. И все как. Собака. Собака дышит потому что у нее потовых желез нету. Она через внутреннее охлаждение идет. Ну Бог так устроил. Ну ты человек. Зачем ты язык высунул? Чтобы покапал дождик. А? Чтобы на язык покапал дождик. На язык покапал дождик. А когда ты идешь из храма и ложишься в снег и лежишь. Зачем ты лежишь в снегу? Я не лежу по снегу. Из школы. Из школы когда идешь. Зачем ты на снег ложишься и лежишь? Тупик. Мама сейчас мне в храме говорит. Там в притворе. Стёпу надо домой. Он заболел. И заболел видимо опасно. Он как бы на всех не заразил. Скажите кто боится от Стёпа заразиться? Я. Так. Вот они все. Их трое наказывало. Они так и есть. Он боится заразиться. Да ты главный то зараза и есть. Источник заразы. Зараза духовная. Ох какой слой. Да ты всякую пакость берешь где попало. Грязные руки в рот суешь. А ты вот так пальцы засонет во рту и лазит. Ни один стоматолог так приборами лазит как ты. Ну смотри сестры. Ни одна не боится. Тебе домой охота? Да. Да. А зачем? Еще нет. Еще тебе на хвост наступили здесь. Тебе здесь полезно. Я тебя не держу. Не держу. Но я тебя принял. С тобой занимаешься? Я матери сказал. Разберешь. Тогда знай. Нет дела в котором он не участвовал в злом деле. Он вас старался вместе только оставить. Все разъедутся. Двоих оставить. Кутрутые катапочки останутся. Две пары тапочек. Никто не будет знать кто тут был. В руковании тени. Кто бы что ни делал. Плохо. Ты уже там стоишь. Рот разлинул. Язык высунул. А христианин. А мать думает причащаться. Я говорю. Близко не надо допускать до причастия. Какое тебе причастие? Не надо это тебе. Ты ведешь себя безобразно просто. Так что я тебя не держу. Можешь сейчас поесть и идти домой. Или оставайся. Решай. Но назад уже ходу не будет. Она сказала, что после занятий меня заберет. Ааа. Ну ладно. После занятий. У тебя впереди целый год. Ты свой участь сам решаешь. Тебе наставления вот такого никто не даст. Никогда. Иди на свое место. Язык не высовывай только. А то мусора много соберешь. У нас самые платья высокие. У двух сестер более. То есть вы выросли из этих платьев. У нас написано не более десяти сантиметров. Не более. У вас за тридцать сантиметров наверное. Не знаю. То ли подтянули так, то ли что в храме. Вот. Валерия и София. Я о ней говорю. Вот она стоит сейчас. Ну явно видно, что тут двадцать сантиметров. У нас не больше десяти сантиметров. По уставу написано. Считай где. Почему? Они растут наверное быстро. Я так понял. Ну любое там. Скажи маме. Или сама плешей такой материнной. И все. Сегодня будет интересная тема. У нас на занятия пойдем. Отдельная тема. То есть оторвать. Когда закончится. Помолится. Я поговорю как раз о вашем отъезде. Я сегодня утром посмотрел так. Примерно двадцать шесть пунктов есть. Которые вас удержат. Которых уже никогда не получите. А там ничего этого не будет. Только телесные. А духовно все наоборот. Тверд ногами. Тем более этих людям. Которые страха Божия не имеют. Потому что это лучше при родителях я скажу. Так. Известие поступило. Мне надо решить. Это наверное занятие сказать. Вот такое вот. Собирались к нам люди приехать. Это четвертого числа. Должим приехать. Июля. В шесть тридцать восемь. В Корче. По нашему поместному времени. Вагон. Поезд девяносто шестой. Вагон второй. В Галендухе. В прошлом году было четверо. Выщащихся. Набирается больше. А едет один. У вас на город был один. Приехали четверо. Видите какая разная обстановка. А почему? Ну люди знают. Поздновато выезжают. Все. Кормите нас. По славу Божию. Платочки все. Платочки все. Платочки все спрашивают. Платочки все спрашивают. Ну как сами. Иначе тянусь. Можно Маше в туалет сходить? А? Можно Маше в туалет сходить? А кто ее держит? О, сверху. Не знаю. Спрашиваю. А почему вы так засох в туалет? А почему вы ее держите? Ну в церкви же были. Вы сейчас пришли. О, из церкви еще получи садили. Что-то заболел живот. Ну я. Ну ты стоишь. Ты едешь? Мне тоже были. Да. Пока подойдет. На стол не садится. Так. Рядом друг друга не заливать. Даша. Провоцируйте на этот конфликт. Даша. Расстрелите. Расстрелите. Так. Что-нибудь. Налейте электричество. Там святая вода. А, святая вода. А, святая вода. Бибочки выкивайте. Так. Что там? Комфот? Святая вода. Серь. Святая вода. Роман задали глаза. И острого. В ложке. Не прежде. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Благословите. Каждый Божий. Я же будешь в один. И в один. Просят благословить. Господи Иисусе, крестье, Сыне Божие. Помилуй нас. Помилуй. Слава Божию. Ешь сюда туда. Чёрт пришла. Коша, ты там что-то дашь на Ромарану? Мы рыбу ей давали. Она сытая. Ага. А что попрошайней щасили? Сразу. Сразу. Спасибо.